всем привет если вы запустили это видео я предполагаю что вы уже установили unity и хотите создать свои первые проекты возможно даже уже попробовали что-то сделать и задались вопросом а где еще можно получить дополнительную информацию если вы смотрите видео на канале youtube соответственно вы уже знаете что на youtube есть огромное количество видосиков которые позволяют изучать все что угодно в том числе и unity но сейчас мы с вами ответим на вопрос возможно ли изучение unity самостоятельно и как это сделать на основе официальных материалов естественно то что размещено самими разработчиками она наиболее актуальна и может быть наиболее полезным и так мы на сайте unity.com если вы его не знаете это очень странно потому что если unity установлен то скорее всего вы его скачивали с сайта unity и здесь на главной странице мы видим первую ссылку которая относится к обучению это ссылка ленин такой целый раздел у которого есть несколько подразделов которые в общем-то адресованные разным категориям обучаемых назовем это так для всех обучаемых для учителей для каких-то команд которые хотят улучшить свои знания и есть целый раздел unity learn мы как раз и сейчас углубимся в этот раздел потому что все остальные так или иначе приведут нас к этому разделу особенно если мы начинающие да и если продолжающие на самом деле тоже я для того чтобы потом мне было удобнее открою этот раздел в новой вкладке и мы сейчас посмотрим что у нас здесь есть здесь у нас загружается сразу страница где мы можем получить какую-то общую информацию есть подразделы проекты курсы обучающие материалы живые уроки и даже можно выбрать какие-то темы вот если допустим меня интересует 2d я сразу выбираю 2d и смотрю 2d если я хочу программировать я беру выбираю скриптинг и у меня будут допустим уроки по скриптингу ну например нажму я скриптинг здесь есть большое поле ввода чему вы хотите научиться она везде есть здесь можно ввести какой-то запрос и возможно на сайте unity быстро будет найден какой-то ответ какая-то рекомендация что изучить но как вы видите несмотря на то что кое-какие части сайта unity переводится на русский язык кстати говоря язык можно выбрать на самом деле все учебные материалы они на английском языке русскоязычных если честно я не встречала но вот у меня стоит все равно английские русские а вдруг как говорится и так вот у нас сразу есть целый цикл огромного количества материалов которые относятся к кодингу к скриптингу тому что мы можем изучить для того чтобы научиться программировать но для тех кто только начинает я рекомендую также выбрать еще и уровень потому что есть видите фундаментальный базовый средний продвинутые но давайте допустим первые два уровня выберем это для самых-самых начинающих и мы видим что у нас уже результатов немножко поменьше это же они разные опять же я не буду сейчас 20 подробностей что мы здесь находим потому что как говорится на вкус цвет товарищей нет и вы сможете сами сориентироваться но для многих начинающих возможно будет интересен подраздел проекты потому что здесь как раз таки обучающие материалы которые предполагают создание целых проектов вот смотрите можно создавать микроигру fps платформер и так далее все эти материалы вот на момент записи данного курса выглядит так но когда вы откроете сайт скорее всего вы увидите что-то другое потому что постоянно на этом сайте появляется что-то новое и соответственно разделы тоже меняются и даже меняется немножко дизайн ну а дальше я не буду сейчас тратить время я думаю что каждому будет более интересно самому походить по вкладочкам и найти что-то для себя полезное что еще мы можем найти для того чтобы повысить допустим свои знания юнити например мы уже достаточно много умеем но у нас есть какие-то вопросы соответственно мы можем обратиться в раздел support он services это поддержка и какие-то дополнительные сервисы где у нас тоже есть свои подразделы и например самый актуальный вообще материал который можно найти о любом инструменте это документация понятно что документация тоже постоянно меняется и понятно что если мы говорим о юнити то она тоже на английском языке хотя вот до 5 версии unity поддерживалась и русскоязычная версия документации и здесь у нас все разбито по разделам мы тоже сейчас не будем детально рассматривать все эти разделы потому что на самом деле все кто умеет читать спокойно могут брать и открывать любой необходимый раздел и изучать все необходимые ему вопросы но самое важное что я хочу здесь показать это то что во первых можем выбирать разные версии unity вполне вероятно что могут быть разночтения но вот например я сказала что может быть русскоязычная часть но вот если мы выберем русский язык смотрите у нас все равно ну только частичная как какая-то вот частичный перевод давайте даже интересно я открою но дальше все по-английски больше русского было для версии unity более старых для unity версии 5 но вы видите здесь очень много разных версий они могут отличаться тем что нового появлялась соответственно документации что-то новое тоже отражается и есть еще вот это вот подраздел манил это все в инструменте и есть еще второй подраздел для программистов scripting api и здесь мы получаем всю документацию касаемую движка и касаемую того какие здесь есть классы функции методы и прочее для новичков возможно это сложно но во многих своих уроках я обращаюсь именно к этой документации для того чтобы показать где можно найти полную информацию обо всех моментах связанных с программированием на языке c-sharp unity если обратили внимание то раздел unity learn по сути это отдельный сайт learn.unity.com в принципе можно на него заходить и все обучающие материалы находить аналогичная документация находится на сайте docs.unity.unity.com почему unity 3d потому что вот допустим даже я сейчас удалю всю остальную часть потому что раньше сайт unity был под доменом unity 3d .com но сейчас они перебежали на unity.com хотя и то и другое доменные имена актуальны вот по умолчанию эта ссылка что еще мы можем полезного для себя найти это раздел комьюнити и здесь есть тоже и блог и форумы и ответы на вопросы и целые сообщества где в которые вы тоже можете даже войти и возможно даже стать консультантом или как-то еще проявиться вот такие вот интересные моменты связанные с изучением unity на основе официальных материалов которые есть на официальном сайте я желаю всем успехов изучайте постигайте творите создавайте свои неповторимые проекты и если вам что-то непонятно вы хотите начать самого самого нуля смотрите другие уроки на моем канале например unity первый запуск или unity unity для абсолютных новичков ссылки на эти уроки я даю под описанием к этому видео